Я просто так упомянул, недавно был создан официальный сайт Аркадия Воложа, и там написано следующее. Я специально эту стату прочитаю. «Израильский предприниматель, родившийся в Казахстане, сооснователь одной из крупнейших в Европе интернет-компаний Яндекс». Я напомню, что Волож родился в 1964 году, когда Казахстан был частью Советского Союза. Но в биографии сейчас нет никакого упоминания про Советский Союз. Есть у нас и другие бизнесмены, которые публично высказывают свою позицию, в том числе позицию по отношению к специальной военной операции. Для вас грань, которую нельзя переходить, она где находится? И даже эту грань нельзя переходить тем, кто, например, создавал национальное достояние, как вот Яндекс. Ну, послушайте, это не у меня эта грань должна находиться. Это должна находиться в сознании и должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления. Но, как правило, как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы. Тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Ну, он живёт в Израиле, и я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определённые заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живётся. Нас это, особенно, честно говоря, не задевает. Ну, а вообще в целом, если посмотреть, ну, если человек как бы вырос на этой почве, да, получил образование, стал успешным в чём-то, ну, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему всё дала. Я сейчас не волжен имею в виду. Он талантливый человек, создал действительно хорошую компанию и не на команду подобрал. Я не его имею в виду, а в целом. Ну, да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти. Имеет он право на то, чтобы высказывать свою оппозицию? Конечно. Да, ну, и здесь тоже существует много нюансов, правда? Можно встать на позицию, значит, наших противников геополитических, да, и им подыгрывать и тем самым наносить ущерб своей стороне. Можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя, значит, он кто такой? У него есть какое-то чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским там человеком, не рождённым в Советском Союзе, а кем-то другим? Ну, человек сам для себя всё выбирает. Я вас уверяю, что рядовые, вот рядовые граждане России, наши люди, они всё прекрасно чувствуют и всё прекрасно понимают. Никого не обманешь. Ну, если выбрал для себя человек какую-то новую судьбу, ну, пускай попробую себя там заявить, проявить и добиться результата. Потому что, вот, кто бы ни был, каких бы результатов ни добился, он добился и здесь. И не факт, что добьётся там того же где-то там в другом месте. Ну, это их выбор. Спасибо.